Всем приветики! Купила себе пару дней назад вот такой вот микрофон. Только сейчас зашли руки до распаковки. Мне он уже нравится, потому что здесь такая на ощупь приятная коробочка. Плюс на нем такая еще наклеечка переливающаяся. И все это создает впечатление того, что перед тобой какая-то качественная вещь. Не знаю, на самом ли деле она такой является или нет. Но первое впечатление, они хорошие. Вот. Такие вот дела. Коробочка снизу, сверху ничего, никаких надписей не имеет. Микрофон сам выглядит так вот. Потом по бокам у него здесь написано, что это для смартфонов камер D и S. LR, я не знаю, что это такое. Аудиорекордеров, компьютера и прочих устройств. Здесь тоже самое написано. Так, сзади. Сзади уже идут характеристики. Но здесь на русском есть запись о том, что это петличный микрофон. Для DSLR и видеокамер, смартфонов, ПК и других устройств. Вот. Здесь его как бы функции и характеристики. Низкий, типа, уровень шума. То есть оно не должно шумы сильно как бы захватывать. И все эти лишние звуки не будут попадать в микрофон. Так, сейчас откроем. Такс, 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 коробочка. Открываем коробочку. В коробочке у нас лежит, типа, чехольчик. А в чехольчике должен лежать сам микрофон. Так, получается, вот он. Коробочка пуста. Там, кстати, осталась вот эта вот штучка, на которой она крепит. Можно вешать на загвоздик. Идет с коробочкой. В коробочке лежит у нас, получается, руководство по эксплуатации на русском языке. Так. Потом. Рядом лежит еще нотец. Я не знаю, что такое нотец. Тоже какие-то заметки. Внимание для смартфонов. Перед тем, как подключить микрофон на смартфон, сдвиньте переключатель в положении OFF. При использовании микрофона не сдвиньте переключатель. А это, типа, такая заметка, что для смартфонов надо переключать переключатель. Так, получается, вот такая вот штука, коробочка. Заметка, инструкция и чехол. В чехле сам микрофон лежит. Так, инструкция. Инструкция у нас такая, какая-то объемная. В инструкции. Что же у нас в инструкции? Сейчас мы посмотрим. Что же у нас идет в инструкции? На другой стороне, я так понимаю, ничего. А нет, что-то есть. Что-то есть в инструкции, на другой стороне тоже. Петличный микрофон. И вот нам показывает, что это всенаправленный микрофон. Дальше провод идет к вот этому блочку маленькому. Выключатели здесь есть для смартфона, видимо. А если при использовании с другими устройствами, включаем. Потом аккумуляторное отделение, в котором стоит аккумулятор, и штекер сам. Так, для смартфона. Отключите смартфон. Отключите микрофон, переведя ползунок. На этом мы считали. Питание микрофона при этом отключено. Для камкордеров, диктофонов, ПК и так далее. Включите особенности. Совместим со смартфонами, камерами, камкордерами, диктофонами. Всенаправленный конденсаторный микрофон. Высокочастотный конденсатор. Делает микрофон идеальным для видеозаписи. Низкий уровень помех. Во-во-во. Вот эта вот штука типа. Вот она, низкий уровень помех типа. По идее, это вот классно. В комплект входит клипса для фиксации батареи. Проволочный наконечник и адаптер на 1.4. Характеристики. Здесь уже все на русском. Преобразователь. Электридный конденсаторный. Направленности направлены на... Короче, вот они все характеристики. На другой стороне инструкции у нас. Идет доступ к батарее. Раскрутите аккумуляторное отделение. Извлеките батарею. Технические характеристики. Вот они, характеристики. Правда, я типа об этом не особо шарю, но типа... Может кому-то это будет полезно увидеть, узнать. Вот, дальше достаем сам микрофон. Вот, в чехольчике у нас больше, по идее, ничего нет. Ну, приятно, что еще и чехольчик такой идет удобно. Это шарики, которые, по-моему, против влаги лежат. Потом вот сам он микрофон. Так, что-то оно как-то... Микрофон. Вот, как-то так он выглядит. С ним идет шнур довольно-таки длинный. Кажется, что длинный. Потом... Ну, сюда можно надеть вот эту вот защиту. Потом идет вот этот вот булачок. И здесь вот эта вот кнопка. Для использования со смартфонами она в положении выключена. А для со всеми остальными устройствами, типа камеры, диктофоны, компьютер, в положении включена. Вот. А здесь такая вот, типа, клипса. Ну, не клипса, а... Тоже ее можно за что-то зацепить. Чем-то похоже на клипсу. Потом... И здесь еще шнур идет еще более длинный, типа. Ничего себе. Оно и тут кажется, что его немало. Но тут это... На большое расстояние, там сколько метров-то... Шнур, 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 шнур. Шесть метров, ничего себе. Вот здесь вот, типа, шесть метров. То есть, можно далеко от камеры находиться. Потом в комплекте идут еще... Тоже здесь лежит клипса, она к микрофону прикрепляется. Переходник. Ветрозащита на микрофон. И... Батарейка вставляется вот в этот блочок. Вот как-то так оно все выглядит. Как в использовании, я потом опишу. Потому что сейчас пока что ничего не могу сказать. Но на вид, вроде бы, все здесь должно быть классно. Буду вот таким вот сидеть, как диктор. И качественным звуком все это для вас доносить. Инфу. Нет, ну по идее, так вот, как по характеристикам на вид, как бы кажется, что по отзывам, ну, типа, хороший, нормальный микрофон. Типа, должно быть все отлично, по идее. Вот такая комплектность у него. Коробочка, заметка, инструкция, микрофон с ветрозащитой, которая надевается на сам микрофон, переходником для подключения к устройствам, батарейкой, которая вставляется сюда внутрь, чехольчиком, в котором можно переносить этот микрофон. Ну вот, как-то так это все выглядит. Жалко, что мне камера сама не наводит фокус. Приходится каждый раз тыкать, но, типа, когда приближаешь, чтобы оно более точнее показывало то, что... вот, сейчас в фокусе, так вот, микрофон выглядит. Как-то так. Вот, на этом все. Потом, чуть попозже, я, наверное, выложу звук, какой из него звук, и, типа, впечатления. Вот, на этом все. Всем пока. Всем пока. Всем пока.